МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Живописный, овеянный легендами и хранящий множество неразгаданных тайн, с богатыми традициями. Все это про Чечерский район". Сегодня он радушно встречает и восхищает всех, кто приезжает сюда на постоянное место жительства, погостить или, как программа Хроника перемен, познакомиться с деятельностью депутатского корпуса. Сделать район привлекательнее для всех, кто хочет здесь жить и развиваться. С таким девизом идет по жизни Сергей Малюков, председатель Чечерского районного совета депутатов, в котором население оказало доверие на выборах трижды. По его мнению, горы свернуть можно, если объединиться в общем стремлении сделать жизнь своих земляков лучше. 28-й созыв депутатов местных советов депутатов у нас был избран в 2018 году. Ну и вот этот созыв работает уже больше 4-х лет. 4-х лет в этом составе. В состав районного совета депутатов входит 27 депутатов, а в состав сельских советов депутатов 77. То есть на 104 депутата было избрано. На данный момент работает ровно 100 депутатов. Чечерский район занимал 4 раза определенные места, начиная от 1 по 3, в конкурсе именно среди сельских советов области. Буквально в этом году агрогородок Отор, Оторского сельского совета депутатов, занял первое место в республике среди градации населенных пунктов по благоустройству населенных пунктов. Агрогородок Залесье – уютное место для жизни. Местное хозяйство, открытое акционерное общество «Звезда» в течение долгих лет удерживает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе Гомельщины. Руководитель хозяйства Галина Трибунах содействует всестороннему развитию этих мест. Галина Трибунах – директор открытого акционерного общества «Звезда», почетный гражданин Чечерского района, депутат Гомельского областного, Чечерского районного, Залесского сельского совета депутатов 28-го созыва. Открытое акционерное общество «Звезда» – хозяйство немалое, располагается на территории двух сельских советов – Залесского и Несимковического. Около 300 километров проезжает руководитель на авто, чтобы за день посетить все объекты, как депутат провести личные приемы. Их организацию Галина Петровна считает эффективной формой коммуникации с населением, которая позволяет глубже вникать и разбираться с волнующими его проблемами. Я здесь работаю, здесь мое хозяйство, я знаю каждого человека, я знаю всех пенсионеров, я знаю практически у каждого, какие есть проблемы, кому нужна помощь, кому когда помочь. И когда я звоню уже другим руководителям, уровень которых позволяет решить этот вопрос, то, конечно же, они идут навстречу, и проблем никаких нет. И вот настолько, видимо, вот все-таки есть уважение к депутатам, что потом позвонят и сказать, вот вам первой звоним и говорим, что этот вопрос закрыт. Она нам помогает во всем. В чем бы мы ни пришли, ни обратились, Галина Петровна, помогите, те обкосить, те навоз, те что-нибудь никогда не услышим мы, нет. Всегда положительно. Это человек с большой заглавной буквы. Вот, например, у Куклича там все, и дороги проасфальтированные по улице, и, а так бы заросло бы уже, домов уже нема, позакапали, заросло бы все, а так асфальт, и держишь, и вот и на кладбище, хорошо. Инициатором строительства храма в Залесе был отец Георгий. После его ухода в мир иной начатое дело остановить было уже нельзя. Храм святителя Василия Великого вырос благодаря совместным стараниям. Действует уже несколько лет, хоть работы по благоустройству еще не завершены. Храм должен был быть в деревне, потому что он был когда-то. И вот строительство продолжается, и мы помогаем строительству храма. Не только деньгами, те, которые, предприятие заработанное, но и люди, специалисты, которые работают в хозяйстве, они тоже вносят свой вклад. Впрочем, не только с проблемами жителей населенных пунктов Залесского и Несимковического сельских советов, Галина Трибунах знакома и содействует их разрешению. Помощь поступает и в райцентр Чечерск. Как иначе? Ведь смысл жизни для народного избранника то, чего просит душа и о чем беспокоится сердце, помощь нуждающимся. Если центр коррекционного развития ребенка, им и блендеры нужны, и машинки стиральные, и посуда, и всякое другое оборудование, которое тоже мы помогаем приобрести. Сельсовет – первая инстанция в деле помощи сельчанам. Люди идут сюда с самыми разными жизненными вопросами и неизменно получают поддержку. Ну а если до него путь не близкий, звонят председателю, который всегда на связи, или использует популярный мессенджер. В Несимковическом сельском совете это популярно. В этом году мы создали группу в Айбере, которая называется «Жители сельского совета». Включили туда всех, конечно, у кого есть наличие вайбера, всех возможных, и те, которые включены, уже включают постепенно все туда. И на сегодняшний день у нас уже 100 человек в этой группе. И я хочу сказать, это еще быстрее решает проблемы те, которые у нас есть. Тут же фотографии, либо там что-то там, дождь прошел, где-то там дорогу размыло, тут же фотографии или видео, вот там где-то колонка, там вода протекла и так далее. И вот мы таким способом уже как-то быстрее решаем проблемы. Жанна Малинова. Депутат и член Президиума Чечерского районного совета депутатов 28-го созыва. Председатель Несимковического сельского совета депутатов. Жанна Николаевна рассказывает, какие вопросы удалось решить благодаря активной позиции депутатов совместно с представителями исполнительной власти. На сельских сходах жители деревень Бабичи и Волосовичи предлагали организовать дополнительные автобусные остановки. Их просьба была удовлетворена. Самое главное, что избиратель идет к нашим депутатам. И все вопросы, которые вот на своих участках избирательных, они быстро доносят до сельсовета, до сельсовета, с полкома. И мы пытаемся их как бы в кричайшие сроки решить. Есть, конечно, вопросы, которые мы долго решаем. Это вот, допустим, в Бабичах у нас было обращение, очень была плохая связь. Мы добивались, мы звонили, писали, но тем не менее, вот пришел у нас Юрий Николаевич Деркачев, представитель райисполкома, и мы в прошлом году уже имеем вышку эту. Каждый населенный пункт и природный объект Несимковического сельсовета Жанна Малинова и ее команда стремятся сделать удобным и значимым для жителей всех возрастов. Патриотическому направлению зеленый свет. В Несимковичах в парке имени Братьев Лизюковых постепенно омолаживают насаждения. Их 72. Столько уроженцев деревни погибло на фронтах Великой Отечественной. Рядом с парком создают мемориальный комплекс в память о событиях и участниках войны в Афганистане. Все стараниями депутатов, членов их семей и жителей деревни. Здесь возле памятного знака ежегодно 15 февраля собираются педагоги учащиеся, чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Место дислокации первой партизанской бригады Гомельской области в годы Великой Отечественной, что недалеко от поселка Ямецкое, всегда содержит в порядке, чтобы в любой момент принять туристов-патриотов. Очень приятно сегодня отметить то, что этим интересуется молодежь. Вот это очень важно. Поэтому я думаю, что вот эти вопросы, которые касаются сохранения исторической памяти и правды, и действительно патриотизма, находят свое отражение в том числе и в таких документах, как Кодекс об образовании. Сегодня отдельная, целая статья, которая четко говорит о том, что учебно-воспитательный процесс должен быть нацелен в первую очередь на гражданско-патриотическое воспитание нашей молодежи. Если мы коснемся одного из самых главных документов, основные положения социально-экономического развития страны, которое, кстати говоря, принимает Всевелорусское народное собрание. Так вот, основные постулаты опять-таки нацелены на гражданско-патриотическое воспитание не только молодежи, но и в целом граждан. Ирина Довгала, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, член постоянной комиссии по законодательству. Площадкой для обмена опытом депутатов местных советов населенные пункты Несимковичского сельсовета становились не раз. К примеру Волосовичах можно убедиться в том, что ныне действующим парламентариям в любом благом деле благоустройствовали участие в культурной жизни, подставят плечо те, кто избирался народом в прежних созывах. Коллектив наш Ажины называется, поют уже так много у них лет. И вот, ну да, сейчас, в данный момент даже у нас из шести человек здесь присутствующих в коллективе четыре депутаты. Как Жанна Николаевна, председатель Несимковского сельсовета, она тоже участвует в нашем коллективе, поет. Источник культурной ориентированности деревни Бабичи в далекой старине. Предметы быта наших предков, великолепные рушники и поселки представлены в центре ткачества. Где есть и мастерская, и музейный зал, и народная кухня. С 2016-го работает центр, и мастерицы готовы научить каждого создавать на настоящем ткацком станке рушники. А окунет в мир белорусской песни народный коллектив «Лёс», в составе которого ни один депутат и сама председатель Несимковического сельского совета. «Лёска» В этом году взялся арендатор, который уберег водный объект от запустения. Построил дамбу, которая позволила подняться уровню воды. Поставил задачу развести в водоеме растительноядную рыбу, чтобы не затягивала стиной. На территории нашего Несимковического сельского совета у нас находится 15 населённых пунктов. Из них 4 населённых пункта это которые ещё можно сказать живут, большие. А остальные все 11 это где-то есть 1 человек а где-то есть 5 человек. Вот такие населённые пункты остались. Всего у нас на 1 января можно сказать 23 года можно сказать на сегодняшний день это 971 человек. Если мы встречаемся на сельских сходах а встречаемся на сельских сходах обязательно с выездом это каких-то коллективов у нас 3 коллектива Веселуха, Лёс и Ажина и обязательно привлекаем там же людей в свои творческие показательства умения какие-то предложения внесут допустим по своему населённому пункту либо замечания мы тут же реагируем и конечно же выезжая всё это фиксируем и стараемся кричащие сроки сделать. В сельской местности людей волнует благоустройство желание сделать свой населённый пункт красивым и ухоженным вне зависимости от того сколько в нём жителей Рудня Несимковическая сегодня не относится к большим деревням здесь 13 домовладений Жанну Николаевну мы очень уважаем добрейшая нам кажется и председателя у нас не было она молодая активная такая молодец чутко внимания к разумным запросам людей должно быть первоочередным из этого складывается доверие к народным избранникам но и они в свою очередь ждут понимания и участия со стороны населения пять лет назад депутаты Чечерского района изучив интерес населения к природным источникам решили сохранять и облагораживать кранички сделали это как говорится собственной фишкой 14 краниц находятся на территории сельских советов мы находимся сейчас с вами на территории Несимковского сельского совета здесь благоустроены шесть краниц они с хорошим питьевым водоснабжением конечно же и коммунальное хозяйство и санстанция проверяют эти краницы на предмет употребления этой воды пищи и питья населения и люди ощущают реальную заботу местной власти не только в решении их социально-экономических проблем но и всех остальных вопросов связанных с жизнеобеспечением ведь единая цель здешних жителей местных органов власти исполнительной и представительной государства развития во благо комфортной обеспеченной жизни каждого здешних Субтитры создавал DimaTorzok